Девушки отдыхают Спасибо еще раз всем. Я очень рад представлять награждение разработчиков игр, тем более, что рядом со мной мой партнер по этому рисковому бизнесу Джейсон Деларокко. Да, кто ты такой, они уже запомнили. Ага, помните меня. Меня часто спрашивают, как выбираются наши номинанты. Через Международную ассоциацию разработчиков игровое сообщество голосует за них. Потом ассоциация выбирает наилучших, а мы на GDC продюсируем сам вечер награждения. Мы очень рады участвовать в этом знаменательном событии для разработчиков и понимаем, чего стоит каждому из них создание игры. Давайте опустим формальности и поговорим о том, зачем мы собрались здесь на самом деле. С первого своего дня это награждение чествовало вас, создателей. Каждого из вас, кто отдает всего себя на благо нашего дела, продвигая индустрию и получая по заслугам. Да, спасибо. Мы действительно признательны вам. Как на недавней церемонии вручения Оскара, прошу всех встать. Да, все номинанты, встаньте, пожалуйста. Давайте, давайте. А теперь давайте все обнимемся и скажем друг другу слова глубокой признательности. Спасибо. Спасибо. Перед тем, как мы продолжим церемонию, мы с Джамилем хотим вручить три специальные награды за инновации. Эти призы получат те, кто уделил особое внимание визуальной части и смог вознести игры в искусство. На самом деле, именно эти игры делают свой вклад в развитие современного искусства. Первый из этих наград уходит разработчику, который хотел создать простую игрушку для рисования, но она стала интернет-феноменом. Используя Flash... О, вижу, вы поняли, о чем я. Используя Flash, он создал нечто, что сам называет безделушкой, но эта игра позволяет вам рисовать собственные трассы с помощью виртуального карандаша и отправлять по ним саночника. Здесь нет очков, нет победителей, конечно, если не считать самого ее создателя, который скоро увидит свое творение на Nintendo Wii и DS. Дамы и господа, поприветствуйте на сцене первого призера за инновацию этого года Бостчина Кадеза, создателя Лайн Райдера. Спасибо. Спасибо. По-моему, он не был к этому готов, да? Следующая награда уходит в паре людей, которые дали игроку волшебный инструмент — небесную кисть. С ее помощью игроки могут строить, управлять ветром, обращать ночь в день. Эти люди создали самую красивую примочку в истории. Наши следующие призеры из инновации — Атсуши Инаба и Хидеки Камия, создатели ОК. К сожалению, ребята не смогли прийти сегодня, но в лицах Капком... Спасибо вам огромное. И, наконец, мне хочется объявить нашего третьего победителя. Эта кампания напомнила нам о том, какую радость может приносить игра, сведенная до чистого геймплея. Все, что они сделали, — это применили новый контроллер для игры в пять наших любимых игр, а также позволили нам играть за созданных нами же персонажей, обычно карикатурных версий на нас самих или кого угодно. Я думал, они меня сделают. И создали игру, доступную всем от молодой великой. Мы рады вручить этот приз Кейзо Охте, Токаюке Шимамуре и Йошиаке Ямаште за Wii Sports. Кейзо Охте, Спасибо, спасибо большое. Я хотел благодарить вас за весь наш компания. Спасибо за голосование за нас, то есть за наш Wii Sports. Никогда не оставляйте на сегодня. Да, знаете эту поговорку. То, что можно сделать завтра. Это правильно. Спасибо. Да, отличное знание языка. А теперь сделаем небольшую паузу с нашими сумасшедшими друзьями из Мега-64. Загружаю Супер Марио Бразерс 3. Супер Марио Бразерс 3. Субтитры сделал DimaTorzok Первый номинант на приз лучшие игрокода Gears of War Студия Epic Games Издатель Microsoft Game Studios Руководители проекта Cliff Blissings Michael Kapps Rod Ferguson Род Фердюсон Дамы и господа Мы рады представить вам MC сегодняшнего вечера Человека, чье творчество вдохновило многих вас Глава Double Fine и призер прошлого года Тим Шефер Спасибо Спасибо вам Спасибо вам огромное Спасибо С того самого дня, как первый пещерный человек Запустил свою первую игру на своем прожекторе В полной динозавров пещере Существовали шоу награждений игр Это были примитивные шоу, где люди жарили друг друга на кострах Дрались с дубинками насмерть Но при этом Все-таки платили взносы за участие Потом, как таинственный черный обелиск, возникло шоу выбора игровых разработчиков И когда пещерные люди коснулись его, они почувствовали вселенскую радость И превратились в это... в конфетти, что ли? Я точно не помню, это было так давно Семь лет назад Так помянем же сегодня их светлую память И восхвалим вас, достопочтенных и трудолюбивых игровых разработчиков Ну вот и все, приступим к награждению Наша первая номинация звучит так Лучшая новая студия Это приятная номинация, учитывая, что в студии Double Fine не придется отдавать этот наш трофей прошлого года Мне сказали, что у них тут полно этих штук, и они каждый год отдают новую Ладно Приветствуйте номинантов Лучшая новая студия Пол Чифо Джефф Гудсил Брайан Сулливан Рэдди Эд Дон Студиос за игру Дэкстер Дидей Эрмолинфан Андрея Пенсино Рю Версурия Бэджет Ай Гэмс за игру Шива Дэйв Гилберт И приз новой студии уходит Ирон Лор Ентертеймент Ирон Лор Ентертеймент Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это награждение возможным Получить такую награду для нас очень приятно, но надо сказать, что им мы приложили немало усилий, чтобы получить ее Я хочу поблагодарить своего коллегу Пола Чифо, который сюда, к сожалению, не прибыл Я также хочу поблагодарить всю нашу команду, которая такая молодая, но уже такая талантливая И, в общем, спасибо вам огромное Писать тексты к играм все равно, что пытаться скормить таблетку кошки Кошка этого не хочет, это все очень сложно, вы будете весь исцарапан Но вы знаете, что если кошка не съест таблетку, то она умрет Поприветствуем самоотверженных кошачьих докторов Вот они, номинанты на приз за лучший текст к игре Лучший текст к игре Дэн Хаузер, Джейкоб Крароп, Були От студии Rockstar Vancouver, издатель Rockstar Games Исправляйся сам, мальчик, или я исправлю тебя Даг Шеф, Рагнар Торнквист, Дримфл The Longest Journey, от студии Фанком, сотрудничество со Спайами Одином Я стою на распутье Но для меня здесь только один путь Брэндон Фергюсон, Дэйв Гроссман, Стив Пюрселл Сэм и Макс, эпизод 1, Culture Shock От студии Teltal Games, издатель Gameplay Черт, это же было так давно, ты думаешь у меня хорошая память? Прости, но да Кен Ролстон, The Elder Scrolls IV, Обливион От Bethesda Game Studios, издатель 2K Games и Bethesda Sotworks Я вижу врата Обливиона, за которыми меня ничто не сидит Кёгоку Ая, Нейт Билдерф, Митсухиру Токано The Legend of Zelda Twilight Princess, от студии Nintendo EAD, издатель Nintendo Меч принял тебя как своего владельца И призёр 2007 года за лучший текст В этом конверте The Legend of Zelda Twilight Princess Простите, я говорю только по японски Я бы хотел поблагодарить Кёгоку Сана, Токано Сана и всю компанию Nintendo за то, что они приняли у меня такую маленькую историю и сделали из неё нечто столь грандиозное Я также благодарю компанию NLA Localization за предоставленную мне переводчика Спасибо Я не сомневаюсь, что все сегодняшние номинанты пришли в эту индустрию ради того же ради чего я это сделал, чтобы появилась девушка Хотя нет, конечно, не только ради этого Поверьте мне Ведь есть ещё наркотики, спортивные машины и вечеринки Хотя нет Важнее всего этого следующая номинация Смотрим Лучший геймдизайн Майкл Скупа Булли От студии Rockstar Vancouver Издатель Rockstar Games Хидеки Камия Оками От Clover Studio Издатель Capcom Тодд Хавард The Elder Scrolls 4 Обливион От Bethesda Games Studios Издатель 2K Games И Bethesda Softworks Джастин Кук Грег Мэйлс Вива Пиньято От студии Rave Издатель Microsoft Games Studios Кейзо Ота Токаюки Шимамура Йошияки Ямашта ВИИ Спортс Разработчика издатель Минтера Аплодисменты Аплодисменты для лучшего геймдизайна ВИИ Спортс Аплодисменты для лучшего геймдизайна Это невероятно! Я просто скажу по-васому! Ау! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что случилось? ЗАГРУЖАЮ ДЕД РАЙЗИН ЗАГРУЖАЮ ДЕД РАЙЗИН ФАНТАСТИКА! Здорово, Хора! Неплохо, Злость! ЗАГРУЖАЮ ДЕД РАЙЗИН Отлично! ЗОМБИ! Здорово, первозданный страх Отлично. Нет, мне нужен ужас. Отлично, ужас. Мне нужна эротика. Эротика. Сейчас я сделаю бригаду. И ни один зомби не пройдёт. Мы в безопасности теперь. Я огородил. Они не пройдут. Вертолёт будет через три дня, и тогда вам всем нужно на крышу кафе, и это всё, что вам нужно знать. Я спасу вас о зомби. Давай, пошли. Мы улетим на вертолёте, всё будет хорошо. У вас вывих мозга. Я спасу тебя? Что? Нет, я их спасаю. Здесь нельзя фотографировать. Нет, я просто снимаю репортаж про зомби. Я репортер. Откуда? Здесь просто прессы. По горячим точкам. О, я огородил. Он фотографирует в торговом центре. Три дня ещё. Встретимся на крыше? Приветствуйте на сцене, представляющего награду Мэверика в этом году, Эрика Зиммермена из GameTap. Привет всем. Хотя я и большой фанат GameTap, моя компания называется GameLab. Но нет, я не обиделся. Компании много могли перепутать. Почему я здесь? Вы знаете, это особая радость представлять здесь особую награду Мэверика. Каждый год на этой церемонии выбирается Мэверик. Кто-то, кто идёт на риск, смеётся в лицо обыденности, и даёт нам понять нечто новое об играх, которые, как мы думаем, мы так хорошо знаем. Нам нужны Мэверики, чтобы дать нам хороший пинок и ткнуть нас носом в нечто лучшее для игровой индустрии. Сегодня я категорически рад, что меня пнёт под зад никто иной, как мой друг и настоящий гражданин Нью-Йорка Дрэг Костикен. Да! Я ещё не закончил, Грэг. Грэг, рвёшься на сцену? Сейчас, сейчас, подожди. Нет, не уходи уж теперь, чтобы мы все могли восхищаться твоим прекрасным греческим телом, пока я рассказываю тебе. Грэг работал в игровой индустрии дольше, чем многие из вас жили. Он начал с разработки настольных РПГ, таких как Паранойя или Звёздные войны. Да, да. А сейчас у него есть собственная студия Манифеста Геймс. Грэг никогда не мог примириться с общественным взглядом на игры. Он разработал более 30 изданных настольных, онлайновых, компьютерных игр, игр для портативных устройств. Его творение выиграли 5 наград Origins, награду выбора разработчиков, и Грэг попал в зал славы приключенческих игр за жизнь, посвящённую творчеству. Грэг написал фундаментальные доклады на тему дизайна игр и провозгласил много манифестов о них, ведущих от его пылающего и язвительного альтер-эго, дизайнер Икса. И раз уж мы говорим о Манифестах, после десятилетий, отданных играм, пока он жаловался на то, какими они должны быть, Грэг всё-таки взялся за ум и основал вместе с Джонни Уилсоном Манифеста Геймс, компанию по розничной онлайновой продаже игр. Эта компания создала возможность выпуска игр от независимых разработчиков-экспериментаторов, вдохновляемых независимой современной музыкой и кинематографом. С помощью Манифеста Геймс Грэг продолжает открывать в себе всё новые качества, вступая в роль издателя и продавца. Он любит ходить по краям. Посмотрите на него сейчас. Он сидит на самом краю сцены. Его можно только любить или ненавидеть, и вы это знаете. Грэг продолжает свой путь, постоянно изменяя то, что мы думаем об играх и как мы говорим о них. И нельзя отрицать, что этот яростный радикал по праву заслуживает титул Мэврика. Дамы и господа, пожалуйста, давайте вместе поприветствуем Мэврика этого года Грэга Кастикена. Только что вы совершили большую ошибку. Вы пустили меня на сцену. Естественно, я очень рад, доволен и испуган в то же время. Испуган потому, что сам не вижу за собой заслуг, которые могли бы выдвинуть меня на столь почётное место. Но одновременно рад, что игровое сообщество всё-таки признаёт ценность того, чего я добиваюсь. Несколько лет назад в одном журнале по дизайну компьютерных игр я задал вопрос, смогут ли игры когда-либо стать такими же, как слово, которое помогает нам пролить свет на жизнь, или как телевидение, служащее универсальным посредником и дающее нам пищу для ума. Теперь я хочу сказать, что пока что это далеко не так. Игровая индустрия, безжалостно оторванная от своих начал, теперь служит низменным инстинктом, причём постоянно повторяя саму себя. Но знаки развития вдали от мейнстрима, тем не менее, подают надежды, учитывая возрастающее внимание к независимым разработчикам, как к хранителям нашего творческого наследия, а именно к таким течениям, как «Сириус Геймс» и «Геймс Фо Чейндж», и положительное отношение к играм от научного сообщества. Но я хочу, чтобы вы представили себе такую индустрию игр, которой нам бы с вами за гордость было принадлежать. Представьте себе 21 век, в котором лучшие игры чествуются как высочайшее проявление человеческой души. Представьте себе учебную систему, в которой игры внедрены в каждый аспект обучения, позволяя человеку прикоснуться к знанию через живой медиум, а не через мёртвый текст. Представьте себе мир, в котором игры помогают разрешать самые острые, противоречивые и запутанные проблемы нашего общества. И это не считается противоестественным. Представьте себе мир, где каждый человек понимает своё место в экономической, социальной и природной системах, потому что он узнал о их функционировании через игры. Представьте себе мир, где игры не сдерживают развитие личности, а способствуют ему, тем временем оставляя человека открытым и способным к обучению, что так необходимо в век стремительных технологических перемен. Я хочу, чтобы вы представили себе мир, в котором невообразимый и выразительный потенциал нашего медиума уже не потенциал, а реальность. Программное обеспечение — это невероятно гибкая субстанция, и игры в том числе. Если мы сможем представить всё это, мы это осуществим. Давайте не будем терять время. Шла Саша по шоссе и сосала с сушку. Звучит прикольно. Но вы знаете, что действительно звучит лучше всего? Поднимите руку, если вы тоже об этом подумали. Да-да, следующая номинация за лучший звук в игре. Лучший звук Крис Пинхэнс Джон Джонсон Дженнифер Льюис Джон Теннант Company of Heroes От студии Relic Entertainment Издатель THQ Алистер Линзи Майкл Мэйбмонд Девкон Everybody Dies Разработано и издано Интровершн Софтвер Джефф Аллен Эрик Брюшес Изи Максел Гитер Хиро 2 От студии Harmonix Music Systems Издатель Red Octane Троллс Фоллман Карл Галгер Майк Пизли Грэг Стивенс Элара Крофт Том Прайдер Ледженд От студии Crystal Dynamics Издатель Эбис Интерактив Камея Адачи Томанову Кикучи Коджи Никура Набаюки Шимизу Локо Роко Разработчик и издатель Sony Computer Entertainment И приз за лучшее аудио получает Гитер Хиро 2 Спасибо вам большое Мы хотим поблагодарить Harmonix за отличную музыку для игр в последние 10 лет И за 50 лет отличной работы еще до игр Спасибо всем голосовавшим за нас Нам очень нравится эта игра И мы надеемся, что вам тоже Спасибо вам большое Второй номинант на приз лучшая игра года Оками от Clover Studio Издатель Capcom Entertainment Руководители проекта Astusha и Nava Хидеки Ками Дизайн игрового персонажа Может включить его в пантеон массовой культуры Я сразу замечу, что это не я писал это предложение Я даже не знаю, что такое этот пантеон Мне кажется, это такая пантера, скрещенная со скорпеоном То есть просто потрясающий игровой персонаж Особенно если посадить ему огромную говорящую салу на плечо И дать хищные когти, как у моего кота Ну да ладно Давайте посмотрим, смогли ли эти номинанты на приз за лучшего персонажа Придумать что-либо лучше этого Лучший дизайн персонажа Хидео Минаба Хироши Минагава Окихико Яшида Файнал Фэнтези 12 Разработчика-издатель Square Enix Сутому Коно Кииго Цучия Локо Рокко Разработчика-издатель Sony Computer Internet Мари Шимазаки Сауакия Текиясу Киничиро Ешимура Оками От Clover Studio Издатель Capcom Мишель Ансель Чарльз Бернер Юбер Шивиар Флоран Саккер Рэймон Рэйвин Рэббитс От Ubisoft Numpelier Studio Издатель Ubisoft Entertainment Райан Стивенсон Вива Пиньята От студии Rare Издатель Microsoft Game Studios И награду за Лучший дизайн персонажа получает Аками Аками Лири, это опять же огромная честь Я сожалею, что команда не приехала Но от всех них Спасибо вам огромное Вот мы подошли к той части представления, где я должен танцевать Ну да Я подготовил небольшой артистический номер Вдохновленный Аками Который назвал «Страстный бег оленя по горящей сцене» Правда, после репетиции организаторы этого шоу запретили мне исполнять его И поэтому теперь у нас образовалась огромная дыра в программе Но, к счастью, у наших друзей из Мега-64 есть еще одно видео Так что давайте посмотрим его Загружаю «Эбой энд хизглоб» Вкуснятина, вкуснятина Взять, взять Держи Держи Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Спасибо, давайте Ну ладно, вот бери, прости. Награду с названием «Первому пандвину» Сегодня прибыли вручать основатели «Поп Кэп Геймс». Встречайте на сцене Брайана Фида, Джейсона Копалко и Джона Вичи. Нас пригласили вручить приз «Первого пингвина», потому что «Поп Кэп Геймс» существует именно благодаря тому, кто этот приз сегодня получит. А также нас попросили объяснить, что это вообще за приз такой. Так что мы попытаемся сделать это. Приз «Первому пингвину» вручается каждый год тем разработчикам, которые не испугались первыми прыгнуть в холодные и темные воды неизвестности и проторили путь остальным разработчикам. В этом году такую награду получает создатель «Тетриса» Алексей Пожитнов. В 1985 году, работая на компьютерном отделении Московской Академии Наук, основанном Советским Правительством Научно-исследовательском Центре, Алексей разработал чудесно простую и чертовски увлекательную игру для тестирования нового компьютера электроники. Идею он почерпнул с древнегреческой игры под названием «Пентамин», где нужно было уложить разные геометрические объекты в контур коробки. Игра «Тетрис» покорила весь западный мир, как только была выпущена на Nintendo Game Boy и приставки Nintendo в 1989. Сегодня, 20 лет спустя, «Тетрис» чувствует себя прекрасно. В 90-х Алексей эмигрировал в Америку и придумал бесчисленное количество игр, включая «Найт Моуз», «Пандорас Бокс», «Элфиш» и несколько сиквелов «Тетриса». Алексей примкнул к Microsoft в 1996 и начал инициативу «Zone.com». С помощью нее он распространил такие игры, как «Мазаки Блокс» и «Хексик», которые теперь можно получить каждый новый «Иксбокс» 360. Для нас он всегда останется прародителем жанра казуальных игр. А теперь, без лишних слов, подарите свои аплодисменты одному и единственному, Алексею Пажитнову! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое. Я разделяю эту честь с каждым издателем «Тетриса». Особенно я благодарен Blue Planet Software. «Тетрис» остается в такой хорошей форме, благодаря их отличной работе. Спасибо вам огромное. Скажите, есть ли среди нас нерды? Нет? Да! Я помню времена, когда слово «нерд» было оскорбительным, а теперь это как почетное звание. Я даже не понял, когда все переменилось. Может быть, общество все-таки осознало, сколько великих вещей придумали нерды. Или, может, все, кто не любил нердов, решили не пользоваться их изобретениями и умерли. Но одну вещь я знаю наверняка. Без нердов не было бы мобильников, компьютеров, сериала «Бэтлстар Галактика» и, наверное, номинантов на сегодняшний приз за лучшие технологии. Давайте узнаем. Лучшие технологии Дарю Данлоп, Шелби Хьюбек, Дэвид Свайнерд, Ианн Топсон, Company of Heroes, от Relic Entertainment, издатель THQ Шинья Игута, Томафуми Ишида и Асуида Савада, Томахиру Уэда, Дэд Райзинг, разработчика и издатель Capcom Entertainment. Майкл Кэпс, Рэй Дэвис, Тим Савинни, Дэниел Воггел, Gears of War, от студии Epic Games, издатель Microsoft Games Studios. Тед Карсон, Юджин Фосс, Вилл Паридес, Стив Рид. Rockstar Games presents Table Tennis, от студии Rockstar San Diego, издатель Rockstar Games. Токухиро Дохта, Такеши Миямото, Кейзо Охта, Кента Сато. Wii Sports, разработчик и издатель Nintendo. И награда присуждается Gears of War. XBOX 360 У нас прекрасная команда инженеров, но не стоит забывать и художников, ведь именно они прикладывают руку к лицу игры. Мы уже подумываем, а может лицензировать этот движок? Да, наверное, мы так и сделаем. Так что подходите за лицензией. Спасибо всем. Третий номинант на приз игра года — The Elder Scrolls 4, Обливиум, от Bethesda Game Studios, издатель 2K Games и Bethesda Softworks, руководитель проекта Тодд Хавард. Это отпадная игрушка. Наверное, мне пора проверить, куда я в ней дошел. Просто я посадил знакомого паренька играть в нее за меня, ну, потому что мне правда нужны ачивмены. Но он говорит, что игра клевая и... Кстати, об аутсорсинге. Самое время представить награду за визуальное оформление. Лучшее визуальное оформление Исаму Кумикокурьо, Хидео Минаба, Акихико Юшида, Final Fantasy XII, разработчик и издатель Square Enix. Джерри О'Флэхерти, Крис Перна, Gears of War, от студии Epic Games, издатель Microsoft Game Studios. Наоки Катакай, Киничиро Йошимура, Куками, от Clover Studio, издатель Capcom Entertainment. Мэтью Каррофану, Кристиан Майстер, Истван Пелли, The Elder Scrolls IV, Oblivion, от Bethesda Game Studios, издатель 2K Games и Bethesda Softworks. Эд Брайн, Райан Стивенсон, Вива Пиньятта, от студии Rare, издатель Microsoft Game Studios. И приз за лучшее визуальное оформление получает Gears of War. От лица наших дизайнеров, спасибо вам огромное. Джерри и Крис сегодня не с нами, но они точно этому обрадуются. Это потрясающая честь, спасибо вам от всего сердца. Теперь вы заявляете, что у нас отличные художники, но не стоит забывать и инженеров, которые снабжают этих художников технологиями. Ладно, это нечто невероятное. Спасибо вам, ребята. А сейчас представлять награду за вклад в индустрию будет Грэм Девайн из Ensemble Studios. Награда за вклад в индустрию выдается каждый год тем людям, которые воплощают собой дух игрового сообщества и заставляют его развиваться. Сегодня этот приз получает композитор, написавший музыку к более чем 250 играм, включая Loom, Wing Commander, Home Alone, Seventh Guest, а также усовершенствовавший технологии звукового оформления игр и расширивший тем самым возможности всего игрового сообщества. Я крайне рад объявить вам, что приз за вклад в индустрию получит Джордж Сенгер, также известный как The Fat Man. Джордж стал известен как создатель музыки и звукового оформления для игр с 83-го, когда первый раз его творение прозвучало на телевидении. Я по годам пробегусь. На первой церемонии награждения «Спортлайт» приз за лучший звук ушел Wing Commander, и одним из двух оставшихся тогда номинантов был его Loom. В своей колонке журнала Music and Computers под названием «Обуздая электронную волну» он пишет суждения и отзывы насчет развивающейся компьютерной музыки. Его книга «The Fat Man on Game Audio» – «Фэтмен о музыке в играх» – это исповедь, рассказанная с его неповторимой точки зрения. На краю каньона Орлов у реки Колорадо Джордж проводит ежегодную конференцию игровой музыки «Проект Барбекю». После многих лет воодушевления своей аудитории на Барбекю, в 2006-м Джордж развернул инициативу по технологическому преобразованию игровой музыки, посвященную разрешению сложнейших проблем этой отрасли. Дамы и господа, для меня особая честь презентовать эту награду моему доброму другу Джорджу Сэнк. Мне сказали, чтобы речь была увлекательной и не дольше двух минут, так что я постараюсь уложиться в три. Несмотря на то, что это очень увлекательная история, ведь, как говорит награда, я рожден давать, а не забирать. Делать вклад в индустрию, пишу я, не всегда просто. Иногда мы можем угодить в очень щекотливые ситуации. Однажды торговая палата славного города Остина попросила меня написать песню для школьников, которую бы они пели, пока по городу несли олимпийский факел. В общем, я написал эту песню, и она им понравилась. Ну, конечно, оказалось, что так, как я написал ее, то я и буду следить за ее заучиванием и исполнением ребят. Оказалось также, что я сам должен набрать этих ребят по школе и репетировать с ними мою песню, что мне, честно говоря, никогда не удавалось. А потом теракт 11 сентября принес мне личные неприятности. Я должен был переписать весь текст песни, чтобы она звучала как призыв к миру. И тогда торговой палате так понравилась моя песня, что они решили, что нужно бы пригласить знаменитости. Тогда я еще раз переписал песню, добавил ей несколько куплетов, но я не знал, какую знаменитость они пригласят. Поэтому один куплет звучал как кантри, другой как поп-музыка и третий как рэп. А потом я узнал, что, ну, понимаете, знаменитости будут приглашать не они, и мне нужно было собирать все свои силы и обзванивать знакомых маэстро, хотя песня уже звучала. И чего только в ней не было. Были сложные части для профессионалов и легкие для школьников. Она повествовала о факелах, Техасе, паровозах, рэп-культуре и ярком свете, который внутри всех нас, то и звучало просто пугающе. В общем, я обзвонил всех победителей Грэмми родом из Остина и каждую рэперскую студию звукозаписи. И, надо сказать, собрала очень неплохую группу. Но тогда подошло время Олимпиады, и единственными, кто знает мою песню, оказались школьники, которые могли прилично петь ее только по отдельности. Еще песню репетировали рэперы, которые были моим последним спасением. Шесть детей из бедных школ и 80-летняя учительница буддистка по имени Гэндема. Но она все время ходила в туники и имела к Олимпиаде не слишком большое отношение. Все мы сошлись на том, что надо встретиться за час до выступления, когда этот олимпийский факел пронесут через Ости. В общем, так мы и порешили. И я был готов обрадоваться, что песня была фактически спасена, хотя и выглядела как мюзикл «Титана». А вот наступает вечер выступления, и представьте себе, я сижу в пустом складе, снаружи страшный ливень, и я сижу в этом складе с этой Гэндемой уже пять минут после того, как факел должны нести. И нужно сказать, это как раз один из тех случаев, когда буддистский учитель может оказаться очень даже полезным. Я рад, что вам нравится. Раньше я эту историю никогда не рассказывал. И я говорю ей, «Ладно, Гэндем, раньше я шутил о таких, как вы, но теперь я должен спросить, когда человек должен принять такие обстоятельства, в которые я влип, как нечто, что нужно преодолеть, и когда он должен отнестись к ним, как к своей судьбе, и оставить все как есть? Дает ли вообще такие ответы вселенная? Я вижу, что вы молчите, это значит, что вы либо не понимаете ни слова, либо тоже хотите знать это. Да каков же ответ? Да можно ли нам знать это? И она ответила, «Ну, все просто, Джордж. Ты делаешь это для себя самого». Я сказал, «Блин, я никогда такого не хотел. Это не принесет мне денег, никто не примет меня за эту песню на работу. Я могу ее записать, но точно никому не покажу. Я вообще не понимаю, зачем я это делаю. Ну уж точно не для себя». И она сказала, «Все просто». Эти обстоятельства нужно воспринимать как божественные знаки. И если ты делаешь это для себя, а не для других, то просто пойми их и свободно иди дальше. Прошло пять минут. Дождь прекратился, представление прошло без сучка и задоринки. Вот в чем суть моей басни. Ну, большинство здесь скажут, что «Да, Джордж, ты действительно огромный фанат Олимпийских игр, и голова у тебя забита факелами и школьниками». Но нет, я делаю все только для вас, Ребекка. Я ведь мог выбрать любую другую профессию, но решил стать частью именно вашего общества и работать только на вас. Любая другая аудитория скажет, что это ужасная история. Но я знаю, что вы скажете, что это ничто по сравнению с тем, через что мы проходим ежедневно ради нашей профессии. Я знаю, что так же, как я прошел для вас через огонь и воду, вы сделаете для меня то же самое. И мы продолжим делать это друг для друга. Я люблю вас, ребята, и моя работа на вас самая насыщенная, богатая и самая захватывающая из всего, что можно представить. И я надеюсь, что вы так же, как и я, воспринимаете все ее горести как божественные знаки. Вот и все. Спасибо. Четвертый номинант на приз «Лучшая игра года». «The Legend of Zelda Twilight Princess» от студии Nintendo EAD, издатель Nintendo, руководители проекта, Эйджи Анома, Сатору Ивата, Шигеру Миямуту. Представлять награду за жизнь, посвященную творчеству, будет сам лорд-бритиш Ричард Гэриотт. Спасибо огромное. Слова даже не предназначены описать, как возбужденный, смущенный я, удостоенный этой наградой в прошлом году, вручить награду этого года за жизнь, посвященную творчеству, идолу игровой индустрии, Шигеру Миямуту. Миямуту примкнул к Nintendo в 1977 в качестве простого дизайнера и быстро создал себе репутацию такими знаковыми играми, как Donkey Kong и Super Mario Bros. К этому дню Миямуту-сан успел приложить руку к более чем 100 разным брендам Nintendo и поддержал создание многих прочих игр этой компании. В его последних проектах, Wii Sports, Ледженд оф Зелда, Твайлайт Принцесс, Нинтендокс, моя любимая Супер Марио Галакси, и, конечно, дизайнерская работа над технологией Wii. Давайте уделим минуту, чтобы вспомнить работу его головокружительной карьеры. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» В дополнение к своим бесчисленным призам и наградам от игровой индустрии, в 2006 он стал одним из первых игровых дизайнеров, включенных во французский «Орден искусств и литературы». Но, наверное, самое важное, что он вырастил поколение игроков и разработчиков, заряженных его неиссякаемой энергией к созданию игр для всех нас. Прошу вас, подарите свои аплодисменты большому человеку, Шигеру Миямото. Спасибо. Спасибо, Вальцой. Спасибо большое. Это тесть. Теперь у меня есть человек тут, переводчик, поэтому много скажу. Спасибо. По-моему, замечательно, что я оказался способен работать так долго. И смог выпустить так много позорящих меня игр. Получая эти награды, я понимаю, что вы считаете меня старым и надеетесь, что я скоро уйду на пенсию. Но сам я чувствую себя очень молодым и, поверьте, не уйду еще долго. В процессе работы я был окружен многими молодыми людьми, такими как вы, и смог высосать из них жизненную силу, которая и помогает мне делать эти игры. Я всегда восхищался Америкой, ее духом и тем, как она справляется со своими задачами, преодолевая возникающие на пути преграды. И хотя моя работа последние несколько лет была сложна, она была и увлекательна. Я делал ее с огромным удовольствием. То, что вы дарите мне эту награду, для меня огромная честь. Я очень благодарен и вижу великое будущее для всех нас. Давайте же перейдем к последней сегодняшней награде. Приз за лучшую игру года вручается тем разработчикам, которые, по мнению их коллег, выпустили лучшую по всем показателям игру всего прошедшего года. Давайте взглянем на последнего претендента в этой номинации. Последний номинант на приз лучшая игра года. Wii Sports. Разработчик и издатель Nintendo. Руководители проекта Сатуро Ивата, Шигеру Миямото, Кейзо Охта, Такаюки Шамамура, Йошияки Ямашты. Но перед тем, как станет известен победитель, давайте еще раз вспомним эти игры, достигшие величия в 2006 году. Номинация «Лучшая игра года». Legend of Zelda Twilight Princess. The Elder Scrolls IV Oblivion. Okami. Gears of War. Wii Sports. Лучшая игра года. И победитель в этой номинации по версии разработчиков Gears of War. Вот чёрт. Это нечто абсолютно невероятное. Спасибо вам от всего сердца. В первую очередь, конечно, студии, всем тем, кто эту игру сделал. Я люблю всех вас, ребята. Работать с вами каждый день честненько. Я также хочу поблагодарить отличных людей в Microsoft, наших прекрасных партнёров. Сначала и до конца вы верили в успех и делали всё ради него. Спасибо за вашу участие. И я благодарю свою семью и свою девушку за два года поддержки. Это была очень трудная дорога, но спасибо тебе, любимая. Спасибо тебе, мама, что верила, что играми можно заработать. И спасибо Шагеру Миямото, который вдохновляет меня делать то, что я и делаю каждый день. Спасибо вам. Я чувствую, что должен сказать что-нибудь о других номинантах. Когда мы увидели Аками в первый раз на Е3, то все просто не смогли оторваться. Это просто удивительная игра. Что до Обливиан мне пришлось запретить играть в него сотрудникам. Вот такая история. Вообще, Элдл Скроллс — это игра, над которой Клифф мечтал работать, но его не приняли. Мои родители играли в eSports, они не играли со мной со времен Mortal Kombat на Atari, но в eSports им понравился. Спасибо вам за это, Nintendo. И вообще-то мне хочется еще раз поблагодарить Microsoft. Вы наверняка думаете, что это все типа, да, они же издатели, они платили, хвала им. Но ведь Gears не получилось бы такой без их фантастической помощи. Я знаю, что здесь присутствует много людей из Microsoft Game Studios. Я знаю, что вот там сидит Лора Флайерс, которая просто смотрит, как я получаю награду, а ей нужно выйти вместе со мной, как и всем из MGS, потому что они тоже вложили свою душу в эту игру, а иные даже рисковали ради нее своими задницами. Наше партнерство было просто сказкой, так что спасибо вам огромное. Ну вот и все на сегодня. Мои поздравления всем победителям, а также всем разработчикам, которые делают работу в игровой индустрии такой креативной и полной жизнью. Спокойной ночи. Поздравляю и спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok